Сура двадцать девятая. Паук. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Алиф, Лям, Мим. Неужели полагают люди, что они будут оставлены, как сказали, мы уверовали, и не будут они испытаны своими имуществами и душами? Нет, они непременно будут подвергнуты испытанию от Аллаха, чтобы отличились правдивые верующие от лицемеров. И вот уже мы подвергли испытанию тех, кто был до них, прежние общины, которым посылались пророки и посланники. И Аллах однозначно узнает проявить тех, которые были правдивы в своей вере, и непременно узнает проявить лжецов, чтобы отличить их друг от друга. Или неужели полагали те, которые совершают злодеяния, многобожие и другие грехи, что они нас опередят, что сами спасутся от нашего наказания? Как плохо, неправильно они рассуждают. Кто надеется на встречу с Аллахом, то ведь поистине срок, установленный Аллахом для воскрешения творения, обязательно наступит. И он всеслышащий и всезнающий. А кто усердствует, чтобы слово Аллаха было превыше, и в делах повиновения Аллаху, тот усердствует для самого себя. Ему записывается за это награда. Поистине, Аллах однозначно не нуждается в мирах, не нуждается в деяниях своих рабов и вообще ни в чем. А те, которые уверовали и совершали праведные деяния, совершали только ради Аллаха то, что повелел Аллах сам непосредственно и через своего посланника. Мы непременно и обязательно удалим от них, сотрем их плохие деяния, не накажем за них и воздадим им лучшим, чем они творили, приумножим их награду. И мы завещали пророку, чтобы он относился к своим родителям благосклонно и при их жизни, и после нее. А если они, твои родители, будут усердствовать, чтобы ты предал мне в сотоварищи то, о чем, о том, что они являются сотоварищами Аллаха, у тебя нет никакого знания, или если они будут повелевать ослушаться Аллаха, то ты не повинуйся им, обоим родителям. Только ко мне предстоит ваше возвращение в день суда, и я сообщу вам то, что вы совершали в своей земной жизни. А те, которые уверовали и совершали праведные деяния, мы непременно и обязательно введем их в рай в числе праведных рабов Аллаха. И среди людей есть такие, которые говорят, мы уверовали в Аллаха, а когда им причинят страдания из-за Аллаха, из-за истинной веры в Него, то они принимают испытания, которые исходят от людей, от многобожников, как наказание от Аллаха, не терпят и отходят от веры. А когда придет победа от твоего, о пророк Господа, они, вероотступники, непременно и обязательно скажут, мы были с вами, о верующие, помогали вам против ваших врагов. Разве ж не Аллах лучше всех знающий, что таится в грудях миров, в душах его творений. И Аллах обязательно узнает, проявит тех, которые уверовали, и непременно узнает, проявит лицемеров, чтобы отличить их друг от друга. И сказали те, которые стали неверующими, тем, которые уверовали. Оставьте эту веру, с которой пришел Мухаммад, и идите по нашему пути, придерживайтесь нашей веры, и мы возьмем на себя ваши грехи. Но не возьмут они на себя нисколько из их грехов. Ведь воистину они однозначно лгут. И непременно и обязательно понесут они, многобожники, свои ноши, грехи и еще другие ноши, грехи тех, которых они ввели в заблуждение или отклонили от истинной веры, вместе со своими ношами, грехами, и при этом не будут убавлены грехи тех, которые последовали за ними. И будут они спрошены в день воскрешения о том, что они измышляли о лжи. И вот мы уже посылали Нуха пророкам к его народу, и он пробыл среди них тысячу лет, без пятидесяти годов. Он призывал их к единобожию, но они не откликнулись на его призыв, и постиг их потоп. Аллах низвел на них потоп, как губительное наказание, и были они притеснителями, причинившими зло самим себе своим неверием. И спасли мы его, пророка Нуха, и оказавшихся в ковчеге, и сделали его ковчег знамением, назидательным поучением для миров, людей. И помни пророка Ибрахима, как он сказал своему народу, поклоняйтесь только одному Аллаху и остерегайтесь его наказания, исполняйте то, что он повелел, и отстраняйтесь от того, что он запретил. Это лучше для вас, если бы вы только знали. Ведь вы, о мой народ, поклоняетесь еще помимо Аллаха идолам и измышляете ложь, называя идолов богами. Поистине, те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не владеют для вас пропитанием. Они нисколько не даруют вам пропитание. Ищите же у Аллаха пропитание и поклоняйтесь только ему и благодарите его. Только к нему вы будете возвращены после этой жизни, и он воздаст вам за ваши деяния. А если вы, о люди, сочтете ложью то, к чему призывает вас наш посланник Мухаммад, а именно поклонение только одному Аллаху, то знайте, что уже отвергли истину, которую призывали посланники общины, бывшие до вас, и на них пал гнев Аллаха. И на посланнике, на пророке Мухаммаде, лежит обязанность только ясного доведения того, с чем Аллах послал его. Неужели они не видели, как Аллах создает творение в первый раз из небытия, а потом он повторяет его после его исчезновения? Поистине, это для Аллаха легко. Скажи, о пророк, тем, которые не верят в воскрешение после смерти. Странствуйте по земле и посмотрите, как он начал сотворение, и это для него не было затруднительным. Потом Аллах совершит и последнее создание, повторит его. Поистине, Аллах над каждой вещью мощен всемогущ. Он наказывает за грехи, кого пожелает, и милует, кого пожелает, тех, которые обращаются к нему с покаянием и праведными деяниями. И к нему вы будете возвращены, и воздаст он вам за ваши деяния. И вы, о люди, не ослабите Аллаха своим ослушанием, ни на земле, и не ослабят его те, кто на небе. И нет вам помимо Аллаха ни покровителя, который заступился бы за вас, ни помощника, который защитил бы вас от наказания Аллаха. А те, которые стали неверующими в знамение Аллаха, доводы и доказательства, которые он приводит, и во встречу с ним в день суда, такие, они отчаются в моем милосердии, когда увидят, какое наказание их ждет. И такие, им уготовано мучительное наказание. И было ответом его народа, народа пророка Ибрахима, который они дали ему только то, что они сказали одни другим. «Убейте его, Ибрахима, или сожгите его». И они забросили его в огонь, но спас Аллах его из огня, который разожгли люди, сделав этот огонь прохладным и безопасным. Поистине, в этом, в спасении пророка Ибрахима, знамение, доказательство его могущества для людей верующих. «И сказал он, пророк Ибрахим, своему народу, вы взяли себе помимо Аллаха, идолов из любви между собой в земной жизни, вы любите друг друга по причине поклонения и служения этим ложным божествам. Потом, в день воскрешения, одни из вас будут отрекаться от других, божества и поклонявшиеся им друг от друга. И одни из вас проклянут других. «Заблудшие последователи будут проклинать своих предводителей, и вашим вечным прибежищем станет огонь, и не будет у вас никаких помощников». И поверил ему, пророку Ибрахиму, Лут, и сказал, «Поистине, я переселяюсь из селения, где живет мой народ, к своему Господу, ведь поистине он величественный, мудрый». И даровали мы ему, пророку Ибрахиму, сына Исхака и внука Якуба, еще при жизни Ибрахима, и устроили в потомстве его пророчество, сделали пророков среди его потомков, и писание, и дали ему его награду в этом мире, праведных сыновей и хорошее упоминание среди последующих поколений людей. И поистине, он вечной жизни будет, конечно же, из числа праведных. «И напомни, о Мухаммад, о пророке Лути. Вот он сказал своему народу, «Поистине вы творите мерзость, мужеложество, в которой никто не опередил вас из миров, никакое творение до вас не совершало подобное. Неужели вы приходите по страсти к мужчинам, имеете с ними близость, вместо женщин, и отрезаете путь, нападаете на проходящих мимо селения путников и совершаете в ваших собраниях неодобряемое, насмехаетесь над людьми и причиняете им страдания?» И ответом его народа было лишь только то, что они сказали. «Приди к нам с наказанием от Аллаха, если ты из числа правдивых». Сказал пророк Лут, обратившись к Аллаху. «Господи, помоги мне против людей, сеющих беспорядок. Пошли на них наказание, если они будут продолжать упорствовать в неверии и грехах». И когда пришли наши посланцы, ангелы, к пророку Ибрахиму с радостной вестью, что у него родится сын Исхак, а после Исхака внук Якуб, они сказали. «Поистине, мы уничтожим жителей этого селения, селение, которым был отправлен пророк Лут. Поистине, обитатели его являются притеснителями, причинившими зло самим себе, погрузившись в грехи». Сказал он, пророк Ибрахим, «Ведь в нем, в селении, находится Лут, который не является беззаконником». Ангелы сказали, «Мы лучше знаем тех, кто в нем находится. Мы непременно и обязательно спасем его, пророка Лута, и его семью, кроме его жены». И она оказалась среди оставшихся, погибших. И когда явились наши посланцы, ангелы, к Луту, огорчился он из-за них, так как он не знал, что это ангелы, и побоялся, что его народ причинит им зло, и стеснилась его мощь, он почувствовал, что никак не сможет помочь своим гостям. Но ангелы сказали, «Не бойся за нас, нам эти люди не причинят вреда, и не печалься тому, что мы сообщили тебе, что уничтожим их. Поистине, мы спасем тебя, о Лут, и твою семью, кроме твоей жены, и она окажется среди оставшихся, погибших». «Поистине, мы низведем на жителей этого селения наказание с неба за то, что они проявляли непокорность пред Аллахом. И оставили мы от него, от селения, где жил народ пророка Лута, ясное знамение для людей, которые размышляют над назидательными историями. «И к мадьянитам мы отправили брата их Шуайба», сказал он, пророк Шуайб. «О народ мой, поклоняйтесь только одному Аллаху, и надеетесь на последний день, что получите в нем воздаяние за свое поклонение, и не ходите по земле, сея беспорядок, совершая то, что запретил Аллах». «И они, мадьяниты, отвергли его, пророка Шуайба, не поверив, что он послан Аллахом. И постигло их, неверующих мадьянитов, сильное сотрясение, землетрясение. И наутро все они оказались в своем жилье поверженными, погибшими. «И также мы погубили неверующих адитов и самудян. И стало это ясно вам, о мекканцы, по их жилищам, потому как они были разрушены и пусты. И разукрасил сатана им их деяния и отклонил их от пути веры, так, что они стали думать, что они на истине, а хотя они и были проницательными, рассудительными. И также мы наказали уже в этом мире Коруна, Фараона и Хамана. И вот пришел к ним пророк Муса с ясными знамениями, доказательствами. А они возгордились на земле, не имея на это права, и они не оказались опередившими, избежавшими нашего наказания. И каждого из упомянутых неверующих, всех их схватили мы, наказали за его грех. Так на одних из них мы послали ураган, несущий камни, на тех, которых увещевал пророк Лут. Некоторых из них поразил вопль, тех, которых увещевал пророк Салих, и тех, которым был послан пророк Шуайб. Некоторых из них мы полностью провалили в землю, Коруна. Некоторых мы потопили, тех, которых увещевал пророк Нух, и Фараона с его войском. И не таков Аллах, чтобы поступить с ними несправедливо, но они сами поступили по отношению к самим себе несправедливо, проявляя неверие и совершая злодеяние. Пример деяния тех многобожников, которые взяли себе помимо Аллаха покровителей, на помощь которых они рассчитывают, подобен примеру деяния паука, который устроил себе жилище, в котором он ищет себе защиту. И ведь поистине самое слабейшее из жилищ, такое, которое не спасает ни от жары, ни от холода, это, конечно же, жилище паука, если бы они только знали это. Поистине, Аллах знает всех тех, которых они, многобожники, призывают помимо Него поклоняться им. Все эти ложные божества в действительности являются ничем существенным, от них нет ни пользы, ни вреда. И ведь Он величественный, в отмщении неверующим, и мудрый в своих деяниях. И это примеры, которые мы приводим людям, но разумеют их только знающие, те, которые знают об Аллахе, и Его знамениях, и Его законе. Сотворил Аллах небеса и землю, и все, что в них поистине, в совершенном виде, по своей мудрости, с определенной целью. Поистине, в этом знамении. Указание на могущество Аллаха для верующих, потому что только верующие берут для себя пользу из этих знамений. «Читай, о пророк, то, что дано тебе откровением из книги, Корана, и надлежащим образом совершай молитву. Ведь поистине, соблюдение молитвы удерживает совершающего ее от мерзких деяний и неодобряемого, так как исполнение ее столпов и условий увеличивает веру и стремление к совершению благого. И однозначно, помнить об Аллахе, исполняя молитву, и в ней ее более велико, чем другие деяния. И Аллах знает то, что вы творите, и воздаст вам за это полностью. И не спорьте, о верующие, с людьми Писания, с аудеями и христианами, кроме как только лучшим образом, приводя доводы из книги Аллаха хорошим нравом и благой речью, кроме тех из них, которые совершают зло, которые хотят нанести вред исламу и страдания верующим. А с такими нужно сражаться, пока они не уверуют или не станут платить подать верующим, будучи униженными. И когда кто-то из людей Писания спорит с вами относительно истинности того, чего вы не знаете, то вы скажите ему, «Мы уверовали в то, что не спослано нам, в Коран, который не спосла нашему пророку Мухаммаду, и в то, что не спослано вам, в Тору и Евангелии. И наш Бог, и ваш Бог один, и мы Ему полностью предаемся, повинуемся во всем, что Он повелел и запретил». И так, как не спосылались книги прежним посланникам, мы не спослали тебе, о Мухаммад, книгу, Коран. А те из потомков Исраила, кому мы даровали Писание, и которые хорошо знают свое Писание, веруют в Него, в Коран. И из этих, из арабов, есть те, которые веруют в Него, в Коран. И отрицают наши знамения, не признают истинность Корана, сомневаются в доказательствах, которые приведены в Нем, только неверные. «И не читал ты, о Мухаммад, до Него, до неспослания Корана, никакого Писания, и также никогда не чертил его, какую-либо книгу, своей десницей, никогда не писал своей рукой. Иначе, если бы ты читал и писал, непременно пришли бы в сомнение приверженцы лжи, и сказали бы, что Коран является лишь тем, что ты читал в прежних писаниях. Наоборот, это, Коран, является лишь ясными знамениями в грудях, в памяти тех верующих, которым даровано знание. И отрицают наши знамения только лишь притеснители, те, которые знают истину, но из-за упрямости не принимают ее». И сказали они, многобожники, «О, если бы были не спосланы ему, Мухаммаду, знамения от его Господа, такие, как верблюдица пророка Салиха, и посох пророка Мусы, которые мы могли бы видеть собственными глазами. Скажи им, о посланник, ведь знамения только у Аллаха, только он сам решает, кому и какое чудо показать, и ведь я только разъясняющий, увещеватель, который предупреждает вас о наказании Аллаха и разъясняет путь истины». Разве им, этим многобожникам, недостаточно того, что мы не спослали тебе, о пророк, Писание, Коран, которое читается им, чтобы признать твою правдивость. Поистине, в этом, вне с посланий Корана, однозначно милость и напоминание для людей, которые веруют и исполняют слово Аллаха. Скажи, о пророк, «Довольно того, что сам Аллах является между мной и вами свидетелем того, что я посланник Аллаха, и что вы не верите мне в этом, и что вы отвергаете истину, которую я доставил вам. Знает он все то, что в небесах и на земле, а те, которые уверовали в ложь и стали неверующими в Аллаха, то такие они являются потерпевшими убыток, как в этом мире, так и в вечной жизни». «И насмехаясь, торопят они, многобожники, тебя, о пророк, с наказанием. И если бы не определенный предел, который Аллах установил для наказания их, то непременно пришло бы к ним наказание сразу, когда они попросили бы явить его. И обязательно придет оно, наказание, к ним внезапно, когда они не будут чувствовать этого. Они, многобожники, торопят тебя, о пророк, с наказанием, чтобы ты явил обещаемое им наказание в этом мире, и оно непременно постигнет их. И поистине, гиена, ад, однозначно, будет окружать неверных в день суда. В тот день, в день суда, когда накроет их, неверующих, адское наказание сверху их и из-под их ног, и скажет он Аллах, «Вкушайте воздаяние за то, что вы творили в вашей земной жизни». О рабы мои, которые уверовали, если вам где-то трудно придерживаться истинной веры и поклоняться только одному Аллаху, то переселитесь в лучшее место. Поистине, земля моя обширна, и только мне вы поклоняетесь. Каждая сотворенная душа, каждый человек, джинн, ангел, животное, вкусит смерть, душа отделится от тела, сколько бы она ни прожила в этом мире. И затем к нам, к Аллаху, вы будете возвращены для расчета и воздаяния за свои деяния. А те, которые уверовали в Аллаха и совершали праведные деяния, исполняли его повеления и оставляли то, что он запретил, мы обязательно поселим их в раю, в горницах, в комнатах, где текут под ними, под дворцами и деревьями реки, и они пребудут в них, в райских садах, вечно. Прекрасна награда совершающих повиновение Аллаху, которые терпели, исполняя слово Аллаха и на Господа своего полагались в обретении удела и в борьбе против врагов. И сколько животных, которые не носят себе пропитание, не запасают впрок, и сколько человек по сравнению с ними собирает себе. Аллах каждый день питает их и вас. И ведь он слышащий, знающий. А если ты, о посланник, спросишь их многобожников, кто сотворил небеса и землю и подчинил солнце и луну на пользу и на благотворение, они, многобожники, конечно же, скажут «Аллах». И до чего же они отвращены от истинной веры? Аллах по своей мудрости уширяет, увеличивает удел, кому пожелает из числа своих рабов и ограничивает удел для него в другой раз. Поистине, он о всякой вещи обо всём знает. Он знает, в чём благо и в чём вред для его творений. И однозначно, если ты, о посланник, спросишь их многобожников, кто не спослал с неба с облаков воду и оживил ею землю, вырастив растение после её безжизненности, они непременно и обязательно скажут «Аллах». Скажи «Хвала Аллаху», но, однако, большинство их неверующих не разумеет, не понимает, в чём для них польза, а в чём вред, иначе они бы не стали равнять кого-либо Аллаху. И эта земная жизнь только забава и игра, которой забавляются души и тела, и она переходящая. И поистине, обитель вечности, она и есть настоящая жизнь, в которой нет смерти, если бы они только знали это. И когда они неверующие едут, плывут на судне по морю, то обращаются с мольбой к Аллаху, боясь утонуть, делая исключительной к нему веру, обращаясь с мольбой только к Аллаху, забывая о своих идолах. А после того, как Аллах спасает их на сушу, дарует благополучное возвращение, тогда они перестают чувствовать нужду в помощи Аллаха и предают ему сотоварищей, обращаются с мольбой и к другим, кроме Аллаха, чтобы выразить этим самым свою неблагодарность за то, что мы им даровали, за то, что мы избавили их от страха и опасности, и чтобы пользоваться благами этой жизни. Но потом, в день суда, они все же узнают о том, какое наказание приготовил Аллах им за это. Неужели они, мекканские многобожники, не видели, что мы сделали Мекку, в которой они живут запретным для совершения греха и безопасным местом, а в то же время люди, другие арабы, которые живут вокруг них, выхватываются, убиваются и берутся в плен? Неужели в ложь, в многобожие они веруют, а благодать Аллаха, истинную веру, отвергают? И кто же еще больше является притеснителем, нежели чем тот, кто измыслил на Аллаха ложь или считал ложью истину, с которой Аллах направил пророка Мухаммада, когда она, истина, пришла? Разве не в гиене, аду, пребывания неверных? А тех, которые усердствуют ради нас, сражаются против врагов Аллаха, борются со своей душой и с сатаной и проявляют терпение, когда их постигают испытания и страдания, мы обязательно поведем их по нашим путям, укрепим на прямом пути и направим к благому. И поистине, Аллах, конечно же, с искренними добродеющими, Он помогает лучшим своим творениям, поддерживает их, охраняет и сам направляет.